Приветствую всех в новом видеоуроке, на связи Алексей Кузьмичев. И сегодня мы с вами будем разбираться, что такое сплит-тонирование и как провести его при помощи стандартных фильтров фотошопа. Итак, давайте для начала разберемся, что называется сплит-тонирование. Сплит-тонирование это такой способ тонирования фотографии, при котором у нас снимочек окрашивается двумя цветами. Один цвет у нас используется для темных участков нашей фотографии, а другой оттенок используется для светлых участков. В результате получается очень стильный и интересный эффект. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, как он создается. Открываем любое понравившееся изображение и приступаем к работе. Первое, что нам с вами необходимо сделать, это продублировать наш основной слой. Для этого нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре и обесцвечиваем этот верхний слой. Делаем это для того, чтобы в дальнейшем при тонировке у нас не вылезли посторонние оттенки, которые нам совершенно не нужны. Поэтому нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-U на клавиатуре, либо делаем это через пункт изображения, коррекция и выбираем здесь пункт обесцветить, как вам больше нравится. После того, как мы с вами обесцветили нашу фотографию, переходим сюда вниз и щелкаем здесь. Выбираем пункт карта градиента, щелкаем по шкале. У нас с вами открываются наборы градиентов. Здесь нам необходимо загрузить новые наборы, они стандартные для того, чтобы их загрузить в Photoshop. Щелкаем вот здесь по шестеренке. У нас появляется вот такой вот выпадающий список. И нас здесь интересуют градиенты под названием фотографическое тонирование. Щелкаем по ним. У нас появляется вот такое вот окошечко с предложением «Добавить градиенты в набор». Здесь мы нажимаем «Ок». И как видите, у нас здесь появляются новые градиенты. Теперь мы можем выбрать любой градиент из набора. Как вы видите, фотография у нас уже начинает автоматически тонироваться. Здесь мы подбираем цвет, который нам больше всего нравится. Смотрим на результат. Ну вот мне нравится этот оттенок. Нажимаю клавишу «Ок» здесь. Закрываю данный корректирующий слой. И можно поменять прозрачность верхнего слоя. Если эффект кажется слишком сильным, чтобы чуть ослабить, можно выставить где-нибудь прозрачность 75%. Смотрим до и после. Как вы видите, что у нас изменилось. Теперь светлые участки, как видите, у нас окрасились в один цвет. А темные области приобрели другой оттенок. Фотография теперь выглядит очень интересно. Лес у нас стал еще более таким мистическим и мрачноватым, что делает наш снимок еще более выигрышным в данном случае. В принципе, здесь можно на этом остановиться. Единственное, что можно чуть ослабить тени. Для этого создадим корректирующий слой «Кривые». И немножечко поднимем точку черного. Вот таким вот образом, чтобы сделать тени более мягкими. У нас появится небольшая дымка на фотографии, что добавит еще больше антуража к нашему снимочку. Ну что ж, вот в принципе и все. Давайте теперь сгруппируем все эти три слоя. Выбираем их все, нажимаем комбинацию «Контрл» и «Г». И смотрим, что у нас изменилось. Как видите, вот до и вот после. Ну что ж, теперь вы знаете еще один простой и интересный эффект, который можно очень быстро применить к своим фотографиям. Я надеюсь, вам данный видеоурок понравился и вы остались довольны результатом. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующих видеоуроках.